Итак, всем привет! Мы продолжаем тему Hackintosh. Мы в прошлом ролике с вами поставили macOS Big Sur на ноутбуку HP, 5-е поколение Intel, 4 гигабайта DDR3, оперативная память, графика Intel, HD Graphics 5500. Но что у нас тут еще надо сделать? Правильно, серийный номер и Mac модель у нас не определяются. Можно через Mac сериал, входящий в OpenCore, а можно сделать так, как я всегда делаю, а на Hackintosh я так делаю всегда, я иду на Авито. Не переживайте, не за железом, как некоторые люди в 2023 году, и не за Mac'ом. Mac'и я предпочитаю покупать новые, с завода, не будем называть имени человека, который живет на этом сайте, а он там живет, это правда. И мы с вами, я думаю, что возьмем Macbook Pro 14.1. Это у нас должен быть, вот у меня такой Mac, стоит рядом, пишет звук, так как здесь микрофон так себе. Тут только Apple Silicon, но я знаю, как избавиться от этой проблемы. Так, Mac Tracker, берем оттуда Mac модель, которую мы хотим. Это тоже очень классная программа, пускай она скачается, распакуется. Вот она распаковалась, мы ее переместим, теперь мы ее запустим. Где она? Вот она появилась, давайте запускаем. Macbook Pro. Так, Macbook Pro, по-моему, вот он. Да, да, это он, Macbook Pro 2017. Вот, давайте скопируем, зайдем сюда и просто ставим. И найдем компьютер, но такой компьютер, где нет, 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 нет. Неужели перестали так делать? Быть такого не может. Вот, по-моему, по-моему, он. Быть такого не может, что нет таких компьютеров уже. Вот этого достаточно, я думаю, мы ищем сейчас. Сиренник нам. Да, я делаю именно так всегда. Вот, вот он. Я люблю иметь настоящий серийный номер на Hackintosh. От настоящего компьютера Mac это не опасно. Apple не блокирует серийные номера. На моем Hackintosh на Haswell был настоящий серийный номер всегда. Да, давайте мы его запишем, C02, VC, 3Q, по идее, LH, TD, 6. Вот наш серийный номер. Так, идем на сайт Apple. Вводим этот серийный номер, пишем защитное здесь. Capture, не так, DT, 4N, написали, продолжить. Право на обслуживание и поддержку. Вот, мы берем этот серийный номер и просто монтируем эфир-раздел. Никаких конфигураторов, ничего, я не использую. Мне оно просто не нужно и никогда не было нужно. Открываем PlayStation Pro в замечательном редакторе. Идем в платформу Info и начинаем заполнять MacBook Pro. Так, что у нас тут? 14,3. 14,3. Значит, мы пишем сирийник. Потом мы пишем, то есть мы маскируем наш Mac не на родной SMBIOS, а немножко по-другому, чуть-чуточку. Так, скопировали. Вставили. Хотя, зачем вставлять, если можно поменять только цифру. 14. Далее, я беру свой внешний накопитель. У меня там есть MLB и ROM. Так, где интересно у нас? Какие они? Тош. Тут все, мое AMD тоже. Мы снимали видео. За 370, много чего заводили. Ноутбуки. Так, мы берем, заходим, Apple Services. Для Generic. Берем ромку. Вставляем. Настоящий. Берем MLB. Настоящий. Открываем терминал. Вот он наш терминал. Пишем UUID.GEN. Берем вот этот вот, копируем. И вставим вот сюда. Все, мы заполнили наш Generic. Сохраняем. Перезагружаем наш компьютер. И смотрим. После перезагрузки у нас вся информация. MacBook Pro 24.3. Все отлично. Все работает. То есть, это, грубо говоря, косметика. Тупая косметика для нашего Hapintosh. Также бонусом, вот в данный момент, можно завести сервисы Apple. Как заводится сервисы Apple. Ролик есть на канале, будет справа вверху. Если данный ролик был полезен и понравился, ставим лайк, подписываемся на канал, пишем комментарий. До встречи в новых роликах. Увидимся. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok